Девушки отдыхают Видно, что я окончила детскую художественную школу, закончила государственный профессионально-технический художественный колледж и получила высшее образование в городе Мозырь, тоже как преподаватель изобразительного искусства. Дальше. Вот я вам покажу свои картины. У меня на выставке представлены картины маслом на арголите. Это в основном размер 30 на 40. Это вот розы, которые мы нарисовали с натуры. Много работ у меня представлены, которые мы рисовали с моими учениками. То есть я показывала, как рисовать, и они за мной повторяли. Вот. Это абстрактная картина. Сделана осеннее настроение. Вот. Очень мне понравилась тема мака. Делала мастихином. Объемные цветы, получается, у меня. Дальше. Дальше. Розы, выполненные мастихином. Такая полуабстрактная картина. Вот. Ну, вот. Букет рябины красный. Я ее называю рябину вагоните. Рябины, которые я рисую. Вот. Мы рисовали ее осенью. С натуры тоже. На выходе чайничек. Ну, вагу или нет, да? Ставили в себе осенью грябину и рисовали ее с натуры. Вот. Это колокольчики. Она выполненная мастихином объемным. Если посмотреть, такие большие, крупные мазки объемные. Эти цветы я собрала в поле. Колокольчики. Вот. И рисовала их с натуры. Но колокольчики, к сожалению, долго не стоят. Буквально день-два. А потом они все теряют свою форму и начинают видать. Вот. То есть красота этих колокольчиков сохранилась в картине. Вот. Эта картина, вероятно, цветет. Ну, больше это такая фантазийная картина. Из моей фантазии я нарисовала. Вот. Розу вазе. Тоже пробовала рисовать. В технике, в мозаике. И прорисовывала все кусочками. И старалась сделать объем. Мастихином нарисовала. Это вот уникальная техника. Очень модная, современная. Акриловые заливки. Которые не каждый владеет. У нас. Такая работа подойдет для интерьера. Кто не очень любит, скажем так, кто есть тематические сюжеты, а хочется просто какого-то красивого, абстрактного, интересного цветового пятна. Вот. Также у меня присутствует тема эти тыквы. Вот. Очень мне нравится. Особенно осенью. Их с огорода берешь. И это готовые постановки. Их все время рисуешь. Вот эти тыквы я нарисовала. Тоже мы учились на занятиях, как рисовать тыквы. И пока я объясняла, то я чаще всего запоминаю расположение предметов, какой цвет, наблюдаю. И потом, когда я пришла домой, я просто не удержалась. Я начала рисовать. Я нарисовала по памяти. Вот. Летнее настроение. Цветы. Такие. Еще один вариант у меня рябинового огня. Тут уже больше мне ваза понравилась. И вариант рябины я нарисовала уже в вазе. Добавила салфетку. Эти бусины положила, как мы в детстве раньше делали эти бусы. Не знаю, сейчас дети делают, не делают. Вот еще один вариант тыквы. Очень нравится. Именно после нее семечки. Когда нарисуешь, потом кушать с нее семечки, и они очень вкусные. Вот. Это необычная кузо-техника. Цветочный блюз, картина называется. Эта работа выполнена мастихином. Здесь цветами. Они сделаны абстрактно, живо, весело. Те, кто любит экспрессию больше всего. Это неразлучники. Тоже выполнены в основном мастихином. Очень нравятся детям. И рябины красные. Ой, не рябины, красная смородина. Очень напоминает варенье смородиновое, бабушку, деревню. Это цветы тюльпаны. Тоже выполнены мастихином. Объемные мазки, текстурные. Дальше. Это у меня таких и хоризонтемы выполнены мастихином. Пойдет для интерьера, где есть желтые цвета, элементы или синие оттенки, которые, если, допустим, синий интерьер, как раз желтое пятно будет ярко, будет красиво, будет сочно, будет хороший акцент. Вот. Незабудкие цветочки. Цветы очень подойдут на подарок для женщин либо детям. Очень хорошо впишется в любой интерьер. Это классика. Она всегда будет модная. Вот. Эту картину я рисовала перед Новым годом. Это старые часы, которые у моего папы сохранились. И здесь вот как раз стрелки показывают без пяти двенадцать. И это все время у меня напоминание о Новом годе. Вот. Тоже такие цветы красивые. Вот. Они объемные, более декоративные получаются. Тоже подают для любого интерьера, для детей. Детям очень нравится. Вот. И мой самый любимый натюрморт. Это натюрморт чашка чая, которую я рисовала, начинала, набросать в пафе. Я люблю очень ходить в пафе, рисую чашки, кофе рисую, пироженое рисую. И вот этот натюрморт я пришла домой, нарисовала. Получилась такая вот память. Ну все, спасибо. До новых встреч.